Отношение к осужденным везде такое, которое унижает через склятстанство Вот есть бумаги, которые потребуют подписаться сразу же Допустим, когда я приехал в Пружаны, то меня потребовали подписать бумагу И якобы я согласен выполнять все эти самые условия, которые у них есть Правила распорядка и так далее, и то подобное Но перед этой бумажкой было написано о том, что я должен признать себя виновным Естественно, я отказался подписать эту бумагу Но в ходе судебного заседания была представлена другая бумажка Где уже о том, что я должен признать себя виновным, этого уже не было Но самое главное, это то, что те статьи, которые есть в Уголовно-исполнительном кодексе Которые гарантируют якобы честь достоинства осужденных Они уничтожены параграфами 1.6 главы 29 Гражданского процессуального кодекса И об этом есть у меня документы из Буржанского района суда и из Буржанского областного суда То есть у ИГ написано одно, что первая общественная смола читает, что честь и достоинства Соблюдается Однако суд, осужденный на действия администрации подать, не имеет права практически И это объясняется параграфами 1.6 главы 29 ГРПК То есть это фикция, то, что написано у ИГ Но отношение к заключенным, конечно, жесткое Ложь сотрудников милиции практически на каждом шагу Непонимание многими сотрудниками, что такое вежливость и что такое обязанность Любое требование, которое они предъявляют к осужденным, они ставят сразу как законное Хотя, допустим, я был вздевлен, когда меня перелив в Буржанскую колонию И меня потребовали сразу же, тут как только поступил, написать заявление, чтобы мне выдали одежду Не просто, чтобы я расписался за получение А я, оказывается, еще должен написать заявление, чтобы мне выдали одежду Потом я должен был, как они мне сказали, я должен был написать заявление о том, чтобы они известили моих родственников Хотя, в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом, они в течение 3 суток обязаны сами это делать Однако, они требуют, чтобы я написал заявление Я предупредил их о том, что они, уведомил их о том, что они должны сами уведомлять Но моя жена такое уведомление не получила, потому что я был перейден в Буржанскую колонию Значит, качество пищи было отвратительное с первого дня Это в Буржанах Вот По мере того, как я стал говорить, что качество пищи плохое, оно стало улучшаться постепенно Но так до конца оно улучшено не было Я не уверен в том, что оно лучшее осталось после того, как меня оттуда привели Значит, объективную оценку, конечно, один человек дать не может Я объявлял голодоку в Барановическом СИЗО с требованием, с предложением о том, чтобы качество пищи Чтобы объективную оценку составить, пробовали со мной делать и совместители, либо начальник этого СИЗО Естественно, это сделано не было Поэтому объективной оценки быть по качеству пищи не может На мой взгляд, качество пищи отвратное Особенно при большей претензии к качеству хлеба И, кстати, по хлебу я считаю, что можно признать полностью как умышленное плохое качество пищи Почему? Потому что такого хлеба мазиных я ни разу не видел И, насколько мне известно, этот хлеб спечется специально для тех, кто находится либо под следствием, либо в колонии То есть, они ничем не отличаются Белого хлеба не дается Дается серый хлеб Черный хлеб практически есть нельзя Находясь в СИЗО, мы черный хлеб резали на кусочки Потом его солили кубиками этим мая И ложили сушить После этого еще их можно было немножко съедобно, как сухари А так его просто есть невозможно Единственное, что можно отметить с плюсом Это то, что дают в обед кисель И, по следующему, кисель это более-менее нормального качества Вот это вот единственное, к чему претензий быть не может Почта Они обычно говорят о том, что не пишут Вам никто не пишет Они ссылаются на то, что плохо работает почта Хотя я уверен в том, что у меня к почте никогда претензий не было Вот по доставке Но на свободе А вот как только к ним попадаешь Тут, получается, появляются какие-то непонятки Что интересно, если цензура действует только в отношении уголовного дела Что нельзя писать Однако я писал не только в уголовном деле Писал налоговой системе о других вещах И эти письма не проходили Значит, не проходили письма там, где описываются плохие условия содержания Эти письма тоже не проходят Прогулки Хоть положено было и два часа Зачастую они носили видимость Очень часто Во всяком случае до меня И при мне Само один раз тоже такое было Просто вывозят с камеры в коридор Проведут по коридору Возвращают назад камеру Говорят, что это вся прогулка То есть время два часа Этого не было Мали два часа оставить на прогулке Только в том случае, если шел дождь Вот в этом случае два часа обязательно выдерживали То есть как-то показать то, что ты никто Они старались, то у них порядки вещей Медицинская помощь Отратительнейшая Когда я еще голодал, я сильно простыл Я практически не получил никакой помощи Медицинской Ни одной таблетки Ни одной микстуры Ничего, абсолютно Более того Врач мне оговорила Бросить голодок Рассказывал о последствиях голодок Но на мои жалобы о том, что мне тяжело дышать Мне больно ходить У меня боль в спине появляется Тяжело дышать Даже не послушала легкие То есть я потом перестал с ней разговаривать И другой врач, который пришел Начал мне оговорить Почему не разговаривать с врачом Я, как у меня, как у меня, врач Если он даже не слушает легкие Когда я ему говорю, что были спина, что дышать тяжело Вот Ну После этого врач у меня не появлялась И У меня другой врач стал осматривать Стало более-менее Лучше